всем привет это серёжа васильев и я в узбекистане я приехал в город как он называется в ургенч и я хочу проехаться по самым популярным по самым интересным и по непопулярным интересным местам и показать все это вам так что посмотрим что будет впереди ребят времени около восьми 39 градусов 39 у меня не денег не планов у меня новый рюкзак просто маленький у меня даже палатки нет я вообще черт знает что делать скорее всего мне надо как-то добраться до города хива это где-то 30 чем-то километров и мне очень интересно знать местные про автостоп про то что можно кого-то вести бесплатно я планирую это проверить для начала нужно отойти подальше от необделенных вниманием таксиста мест и уже попробовать ловить тачку да вот кстати прямо в двух шагах от аэропорта люди отдыхают прям вот так вот парке даже махал блин господи какой вообще закат почему он сегодня такой красивый он все дошел какой-то хостел можно пока узнать сколько он стоит чтобы когда я найду деньги я понимал сколько мне надо отдавать скажите по-русски разговариваете да сколько ночи стоит российская 150 тысяч минимально сколько это там рубля тысячу рублей дешевле никогда спасибо тысячу рублей за минимальный хостел тысячу я просто слышал то что тут а зарплата в месяц 50-100 долларов но тысячу рублей сколько от 50 долларов тела 3 дня и все у тебя зарплата за месяц оба тут чё сливы есть как будто не дотянуться я сказал то что у меня нету денег и на самом деле они у меня есть просто я не в курсе где их снять я не знаю где банкоматы я ничего не могу найти уже какой раз замечаю то что стоит только пожаловаться и сразу вот раз банк вот два банк огонь сейчас чек не просто кнопка не нажимается почему так смотрите вот такие вот здесь деньги все одинаковые с одной стороны идут что-то с другой ух ты нифига себе фига что это такое короче очень красивые деньги это керп называются они так понял в сом имени 10 вечера мне очень хочется спать я еще даже не вышел из города мне еще надо ехать в другой 30 километров я уже с ума схожу я иду через какие-то железные дороги через что-то какие-то пустыри и потом склады сейчас вот тут что тут склад какой-то тут всякие будки непонятная еда вон написано fast food а я без денег я без денег на походках еду сколько там а это был это был это 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 все спасибо спасибо брат спасибо вот я и в химии плохо на самом деле только видно вот такие вот здания Да, ну тут и атмосфера. Прикольно, такие узкие улочки, здания прям совсем необычные. Дорога, правда, ноги сломать можно, а так, конечно, вообще. Это здание, блин, сколько ему лет. Спасибо. Спасибо. Мене вангельтан, берема. Берема, мене вангельтан. Берема. Берема. Берем. О, спасибо. Он как стол, размером как стол. и это все заливаю сейчас такой сладкий будет только в узбекистане узнал то что оказывается есть женский футбол вообще раньше ничего не видел оказывается есть такое явление блин интересно новый день вчера вечером крутой мужичок не встретился когда я уже искал где бы мне на полу на улице лечь говорит типа ты что там ночляк ещешь я такой ну да типа не знаю типа денег очень мало и не знаю куда пойти типа подскажите он такой доложись типа у меня вот так вот приютил абсолютно незнакомого человека и покормил два раза абсолютно бесплатно я ему предлагал деньги предлагал ему 20 тысяч дать это на наш наверное рублей 150 но все же он сказал типа не не ни в коем случае приходи когда хочешь ну смотрите тут все такими вот прямыми плитками выложена не знаю к этому мозаика я тут трон вот такой можно а внутрь еще можно пройти вот это нормальный такой дворик а сколько стоит ночь в таком отеле из россии вот так вот здесь вот смотрите еще достраивают часть и все равно это выглядит почему это как-то совсем по-другому выглядит очень похоже на какие-то надгробные плиты я думал что это просто как что-то красиво здесь а это видимо кладбище уверен то что будет много комментариев типа эй ты чё не почитал перед тем как ехать нам все в таком роде ребята я не знал то что сюда поеду я купил билет просто в самый последний момент у меня сейчас даже интернета нету чтобы вы понимали просто нет интернета я не могу даже родным близким написать где я что я нормально все со мной а не волнуются кстати смотрите как здесь делают стены это трава и глина скорее всего здесь вот просто деревянные рейки и они обмотаны вот этой вот травой и промазаны глиной в школе помню играл в принца персии там можно было прыгать по всяким жордах я тогда задавался вопросом откуда они вообще там появились и прикиньте сюда я приезжаю тут реально много места где вот так вот просто они торчат вообще ничего не понимаю я был это Москва там Питер а да там Владивосток я был во Владивостоке я был во Владивостоке понятно так ну мне значит там сейчас направо да и там выход и там спросите а маршрутки во сколько стоит 2000 смотрите тут вот все оно вот как-то странно так сделано вот тут вроде даже да окон нету ну смотрите как тут выложили кирпичи это их получается специально как-то так кололи выкладывали здесь вот такие вот штуки здесь вот тоже как-то не выпилили все это удивительно то что они так запариваются у меня дико болит голова прям вообще очень сильно болит я не понимаю в чем дело также у меня болит горло она очень как-то першит что-то как будто какие-то там лишние штуки он не пришел нет а белая мою мобилус нужен и я только что пытался купить себе симку офис работает с восьми утра я пришел 830 прождал до девяти двадцати пяти чтобы пришла женщина и сказала то что мы в этом городе туристам не выдаем симки вообще офигенно я вернулся обратно в руганчик из хивы и это стоило 3000 сон чтобы понимали я потратил пять часов просто автостоп тут супер нерентабельный а здесь какой-то крытый рыночек тоже есть тут просто бесконечный рынок просто я издаю из одного помещения в другое, перехожу. Капец, еще один отдел. А что это такое? Молоко. Молоко? Да. Развесное молоко это. А почему оно-то коричневое? Коричневое вареное. А, вареное... А, сгущенное, да, молоко? А-а-а, сгущенное молоко просто наразвес. Класс. Вообще, хотел что-то купить, покушать на рынке, но от одной мысли о еде у меня голова начинает еще больше болеть, поэтому чуть-чуть попозже. Блин, а тут закрыто, везде закрыто. Я уже в седьмой центр прихожу, уже заколебался все это испытывать. Так как ни одного уз мобайла не было, я решил, что я в Билайн схожу. Тут, прикиньте, здесь уже открыто, но... Все равно никого нету. Я решил не теряться, подзарядить телефон. Плюс все-таки тут есть вентилятор. Я забыл, я говорил-то, что тут капец как жарко. Тут 40 градусов, 40, 40 градусов, елки-палки. У меня такое ощущение, как будто меня вот в пакет засунули и в духовку. И вот я так везде не хожу. И в итоге я иду на автовокзал. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне билет надо до Бухары. Автобус есть? В 4 вечера. Во сколько? В 4. В 4 вечера. А сколько стоит? 53. 53 тысячи. Ага. А во сколько он туда приезжает? В 11 вечера. В 11 вечера. Ага, понял. Я думаю, это что-то нормальная стоимость, чтобы не стопить 500 километров на жаре в плюс 40. Холоденькая. Так вот, остановились перекусить. А здесь такая вот кафешка с диванчиками. Куда идти я пока не понимаю. Здравствуйте. У вас есть самса? Самса. Самса. Нет? Нет. А что есть? Чурка есть, флагман есть, унгурский, шашлык есть, собака есть, жареное мясо есть, мясо, говядина и баранина. Так, в итоге я взял два шашлыка и один хлеб. И вышло это 33 тысячи сум. Хлеб прям самый обычный. Во, вот самое вкусное в шашлыках это лук. Капец, это, наверное, самое жирное мясо, которое я ел. Но оно очень сочное. Прямо все течет. Там еще кто-то по четыре, по пять таких шампуров набирает себе на одного. Я уже с третьей одной объелся. Так, ну вот я и в Бухаре, походу. А оттуда вот опять все, смотрите, в таких вот мозаиках, какие-то куча таксистов. И сейчас попробуем поискать отель. Да. Ребят, я вообще не знаю, я себя чувствую каким-то, я даже не знаю, кем, аладдином, что ли. Так, что-то я по какой-то дикой тьме хожу. Вообще не понимаю, куда мне. Воу, нифига себе. Я не знаю, вы, по-моему, не видите, но вот тут вот такой вот купол. Мне плохо, я в косынке. И я хочу поиграть с вами в банку. Я предсказываю то, что вы сейчас просто... Ну что, вы готовы? Ого, такое вообще. Я просто в шоке. Посмотрите, какая она огромная. Я не знаю, вам видно? Просто кто ее построил? Для меня очень сложно запомнить имя человека, которого построил. Но построен этот минарет был в 1127 году. И он выполнял и функции башни, и даже функции маяка. Представьте. Этот минарет видно даже за пределами города. Да, это просто какая-то восточная сказка. Но мне сейчас нужно найти хостел или отель, либо еще что-то, чтобы отдохнуть. Потому что я чувствую себя... Потому что я чувствую себя совсем не важно. Капец. Просто заценять обстановку. Как это комментировать? Такой вот тут магазинчик. Недавно отсюда пришли? Да, 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 недавно совсем. Ну, от 7 месяцев. А? От 7 месяцев пришли люди отсюда. А, такой... Ярослава. А, гости, гости. Да, да, да. Всякие сладости. У вас дошираков так много, роллтонов. Самый маленький магазин у нас. Самый маленький? А вы 24 часа, да, работаете? Ну, 20. 20. Это вы, получается, то, что... Во сколько закрываете? В 2? В 2? До 6 часов в утро мы откроем. А, и до 2 ночи. Ничего себе. Иногда мы 3 часа закроем, 5 часов откроем иногда. А, понял. Когда народу много будет, у нас есть гости. Туристы. Да, у вас еще вот... А сколько вот эта банка стоит? А, 10 тысяч. Купил килограмм винограда. Вообще, вообще, мне кажется, грех было не купить за 50-то рублей. Воу. Тут как бы ноги не сломать. По-моему, вот прямо здесь вот уже мой отель будет. Капец тут. Просто, просто нету дороги. Да. Буквально в 15 метрах тут уже вот так вот. Ночью прям максимально атмосферно. По-моему, сюда я как раз шел. Семейный гостевой дом. Так, все вот. Наконец-то спать. Семейный гостевой дом. Опа. Опа. Все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь будут люди, которые помогают мне их денежкой. Все, присоединиться к ним можно по ссылкам везде, реквизитам там, в ролике, в комментариях или в описании. Субтитры создавал DimaTorzok